Пятая юбилейная республиканская выставка-ярмарка «Янтарная гроздь винограда-2018» прошла в минувшее воскресенье в Пинске и собрала рекордное количество виноградарей с разных уголков страны. Все они привезли с собой лучшие сорта белорусского винограда, который выращивают, как правило, на своих приусадебных участках. Моя коллега Рядна Гребенюк вместе с посетителями этой выставки смогла не только разглядеть уникальные ягоды, но и продегустировать. Проходя мимо выставочных экспонатов, на которых виноградари разложили свои сладкие экспонаты, то и дело можно было встретить восторженные взгляды посетителей выставки-ярмарки, которые не могли поверить, что такую ягоду выращивают в Белоруссии. Сотни сортов белого, красного, розового, черного виноградов от мелкой до самой крупной ягоды привезли виноградари из Брестка, Могилевска, Минской, Гродненской, Гомельска и даже Витебской областей, где, казалось, климат немного суров. Для выращивания сочной солнечной ягоды. Однако и там есть любители виноградари. Главными инициаторами выставки-ярмарки выступили два пинских клуба – «Дачник» и «Виноградарь Полесья». Оборот этих ярмарок набирает, как говорится, популярность в нас и в республике. Каждый виноградарь, который занимается виноградом, старается приехать именно на нашу ярмарку в Пинск, чтобы показать достижения, которые он достиг в течение года. Сегодня в клубе «Виноградарь Полесья» состоит около 60 человек. На протяжении года они встречаются, обмениваются опытом, а в летний период проводят практические занятия прямо на своих участках. Нашлись и те в клубе, кто не просто выращивает ягоду, а пытается придумать и вывести свой собственный сорт. Алексей Первой работает в МЧС в свободное от работы время у себя на участке. Выращивает виноград. Видел выставку по телевизору, правда, в Минске проходило. Ну, все с этого и пошло. Наш опорный пункт на Черняховского. Оттуда были приобретены саженцы. Все, и понеслось. Увлекся выращиванием винограда относительно недавно и сейчас уже самостоятельно пытается вывести новые сорта винограда. Правда, говорит, процесс этот занимает порядка 10 лет. Ну, что-то получилось. Что получилось, еще пока трудно сказать. Пока это все гибридные формы. Рабочее название. Память и надежда. В честь матери она, скажем так, стояла у истоков. Она тоже мне помогала в свое время. Сергей Рудаков, коллега Алексей, уже может похвастаться удачными экспериментами по выведению новых сортов сладкой ягоды. Вот это пока он номерной. Вкус тоже хороший. Есть очень ранний, друзья назвали Рудис. Вообще обалденно вкусный. И очень ранний. Среди этого разнообразия вкуса, цвета нам удалось отыскать на этой выставке-ярмарке. И самую крупную виноградную ягоду ее вес составил 26,8 граммов. Выросла она под чутким уходом виноградаря из Гродненской области. Юрия Стражева. Я реально заинтересовался. Приехал первый раз на выставку в Пинск. Это было 4 года назад. Увидел своими глазами и реально понял, что у нас даже можно выращивать виноград. Определили здесь и самую красивую гроздь, а также самую крупную. Она завесила около 3,5 килограммов. Правда, признаются виноградаре, это еще не рекорд. Бывали гроздья и до 4 килограммов. На выставке посетители активно приобретали саженцы виноградной лозы. Как столовых сортов для еды, так и технических для изготовления домашнего вина. На этой выставке присутствовало порядка 40 виноградарей из разных уголков нашей страны. Это говорит о том, что этот вид деятельности и дальше будет развиваться не только потому, что климат южной части страны явно этому способствует, но и потому, как виноград это не только полезно, но еще очень вкусно, говорят специалисты. Все время идет развитие, идет опробование новых сортов, новых гибридных форм, для того, чтобы понять и лучше для себя выяснить, какие же сорта наиболее приемлемы для нашего климата. Хотя климат вроде как имеет тенденцию улучшаться. Виноградом занимаемся больше 20 лет. На винограднике произрастает на данный момент 250 сортов винограда и 500 кустов. Это бизнес? Бизнес? Нет, это не бизнес. Это образ жизни. На белорусской земле успешно произрастают и другие овощи и фрукты. Лучшие экспонаты члены клуба «Дачник» демонстрируют на традиционном народном празднике земледельцев пинчины под названием «Дары земли Полеской». Именно этот праздник стал когда-то толчком более 10 лет назад проведения уже сегодня столь масштабного мероприятия республиканского значения. Все пришедшие на эту ярмарку могли весело и с пользой провести свой выходной день. Музыка Продолжение следует...